Веды считают, что кроме грубого строения, анатомического, допустим, нервной системы, различной сосудистой системы, органы, существует тонкое тело. Тонкое тело тоже имеет свое строение, причем анатомическое строение, то есть есть его строение, есть даже атласы, описывающие тонкое строение человека. Но это означает то, что мы не можем ни увидеть, ни почувствовать, потому что, не, почувствовать можем, увидеть не можем. И даже увидеть могут те, кто могут видеть тонкое тело. Я, например, вижу тонкое тело, поэтому мне несложно, допустим, определить болезни человека или определить, куда тонкое тело человека уходит после смерти грубого тела. Потому что, согласно ведическому знанию, тонкое тело не умирает, оно остается живым. Тонкое тело – это психика человека, это его разум, это его понимание себя как личности, и это его психическая энергия. Она не умирает, все это не умирает, остается. А ухо умирает, грубое тело. И даже есть признаки, которые можно по признакам, по определенным понять, куда отправилась душа. Потому что мы души, то есть мы имеем духовную природу, то есть нетленную, неразрушимую. А вокруг души существует еще тонкое тело. Оно предназначено для того, чтобы управлять деятельностью грубого тела, и оно дает нам понимание себя как личности. Оно дает нам возможность понять себя, живя в этом мире. И так по каким-то признакам можно понять, куда душа родственника в тонком теле отправилась. На высшие планеты, низшие, или будет опять рождаться на средних. Многие люди даже не понимают, что смерти нет. Большинство людей считают, что смерть есть. И поэтому они плачут, когда родственник оставляет тело. Они думают, что его больше нет. Они плачут о нем как о несуществующем. Хотя они чувствуют тяжесть сердца, боль по этому человеку. Согласно ведическому знанию, если чего-то нет, значит нет и тяжести. Потому что всегда все чувства, эмоции, какие бы человек ни переживал, они связаны в результате, они возникают в результате контакта или взаимодействия. Допустим, такой пример, если с научной точки зрения задуматься, что такое обида. Допустим, я хочу тебя простить, допустим, человека, которого простить. Но не могу. Почему? Потому что я все время его вспоминаю, и у меня возникает боль в результате этой памяти. Академик Павлов предположил, что память это условный рефлекс. Ну то есть это все происходит внутри замкнутой системы, он считает. Я не могу согласиться с этой теорией ни на один грамм. Почему? Потому что она по своей природе не слишком глубока. Ну допустим, мать чувствует, что с ребенком что-то не так. Выглядывает в окно, он упал. Так? Это обыденная часть нашей жизни. Это не является чем-то особенным. Почувствовать, что с близким человеком что-то не так. Каждый человек попадал в такие ситуации, когда вот эти ощущения в его жизни возникали. Так или нет? Значит, есть какая-то связь. Эта связь не имеет ничего общего с условными рефлексами, а также с волнами, которые существуют в этом мире. Мысль это не волновое свойство. Сейчас есть аппараты, которые измеряют биополе. Ну хорошо, пускай они измеряют биополе. Просто вопрос, в чем заключается биополе. Что такое, что они измеряют? Однозначно, что они не измеряют интеллект человека, его черты характера, его умственные способности. Они на основании биополя делают выводы по чертам характера, там все прочее. Но это неправильно. Почему? Потому что это биополе, это всего лишь волновые импульсы, которые исходят от нервной системы. Ничего общего с психическими функциями это не имеет, потому что веды описывают, что энергия ума, она быстрее движется, чем солнечный свет. В ведах описано. Кстати, ведическое знание глубоко научно, это не мифы, как некоторые говорят, это мифы Древней Индии. Я вам сейчас немножко докажу, что это не мифы. В ведах приводится точное данное о скорости света. В ведах есть число π, описано раньше, чем в 5000 лет назад. Это описано. Дальше в ведах описано расстояние до всех планет Солнечной системы, абсолютно точно совпадает с данными ученых. В ведах описано расстояние до планет, которые ученые наши не знают. В ведах описана наша галактика, а также описано размеры Вселенной. Когда Вселенная возникла и сколько она будет существовать, и на каком этапе жизни Вселенной мы находимся. Там подробно описано разные уровни планетных систем Вселенной, а также какие живые существа там живут. И описана история жизни Вселенной, история жизни этих живых существ. В ведах описано. В ведах описано точное тонкое строение человека. В них описывается 14 главных психических каналов, 64 важных. И всего по разным источникам до 200 тысяч каналов тонких описываются атласы, то есть в ведах. Ну то есть это серьезная наука, которая знает также строение атома, описано в ведах, и размеры атома, описано в ведах. И так далее. Много описано того, что есть в современной науке, много описано того, что даже современная наука не нюхала. Я всю свою науку строю на основании ведического знания. То есть моя деятельность вообще никак не пересекает с современной наукой. Я даже не стал это научно... Я пока не получил вот эти результаты медицинские, я даже не стал это научно объяснять или оформлять. По этой причине моя методика никому не понятна. Я вешаю веточки и кору на тело. Ну как бы с точки зрения современного врача серьезного, как бы это невозможно, чтобы это как-то сильно действовало. Вот кто из вас закончил мединститут, работает врачом-поднимителем? Есть такие люди? Вот один человек всего. Ну вот представьте себе, вот я просто вам объясняю. Я одеваю вот эти ветки на руку, на ногу. И давление артериальное за 5 минут, за 10 минут. Она, допустим, с 200 понижается до 120. Это быстрее, чем внутривенное введение, понимаете? Это можно в это поверить просто врачу? А? Как? Трудно поверить. Правильно. Но если бы вы увидели этот эффект, вы бы не могли сомневаться в этом. То есть, если бы вы увидели, как это работает. Можете себе представить, что опухоль с кулак может рассосаться за 3 месяца без всякого медикаментозного лечения? Она просто сгорает на глазах. Человек жар чувствует в этом месте, где опухоль находится. И она сгорает просто. Можете себе представить? Нет. А? Пока нет. Можете представить, что человека можно продиагностировать, просто глядя на него? Даже, ну как бы, не сильно спрашивая, чем он болен? Это можете себе представить, да? Ну, допустим, я посмотрел на вас и увидел, что у вас в психических каналах, связанных с сосудами, есть нарушения. Это означает, что у вас есть хроническое поражение сосудистой системы, которую вы, к сожалению, не смогли вылечить, хотя вы и врач. Почему? Потому что вы не знаете, что есть эти тонкие каналы. Вы можете возразить против того, что я сказал? Нет. Ну вот, то есть, я сейчас вам объясняю, что такое ведическое знание. В контакте с вами, общаясь с вами, мы сейчас это изучаем. Итак, я советую вам теперь немножко углубиться в теорию. Веды объясняют, что существует... Спасибо вам, кстати, за беседу. Очень благодарен. Вот. Веды объясняют, что существует четыре структуры тонкого тела человека. Первая структура называется «Тонкое тело ума» или «Манос» на санскрите. Это переводится как «Манос». Вот. И «Тонкое тело ума» — это основа, как бы, каркас тонкого тела. И в нем все происходит. Наша любовь, наши чувства, желания, болезни, жизнь человека разворачивается сначала в тонком теле ума. Это как основа психики человека. Существует, как бы, психическая надстройка или психическая структура, управляющая нашей жизнью, нашей судьбой. То есть, дающая нам возможность победить судьбу. Эта структура называется «Тонкое тело разума» или «Будх». «Будхи» еще называют. Вот. То есть, эта структура имеет тоже свое тонкое строение. Оно как управляющая структура, как центр управления полетом, допустим. Ну, что-то такое. Вот. А следующая структура психическая называется «Аханкар» или «Эгоизм» или «Чувство, собственно, достоинства человека». Ощущение себя как личности. И четвертая структура психическая связана с психической энергией, с движением психической энергии в организме. Четыре, как бы, типа тонкого тела, тонкого строения. Начнем с самого начала. Ум. Ум имеет, тонкое тело ума имеет психические каналы, которые называются «Нади». «Нади». По этим психическим каналам движется психическая энергия. Есть также психические каналы другого типа, которые называются «Шротасы». Если психические каналы «Нади», «Нади» эти каналы предназначены для работы только психических функций, то «Шротасы» — это каналы психические, позволяющие работать грубому телу. Они контролируют работу грубого тела. И существует как бы семь слоев, семь слоев энергетических слоев в организме, внутри которых происходит работа психического организма нашего грубого тела. Работа грубого тела и тонкого тела находится в семи слоев. Как, знаете, матрешка. У нее есть семь, допустим, куколок внутри. Каждый слой отвечает за работу определенных органов и систем в организме. Допустим, первый слой психический отвечает за все поверхности, которые только есть в организме. Там внутренние, наружные поверхности. Вот. Отвечает также за обмен внутри кожи веществ. Допустим, за лимфатический ток в организме отвечает. Он отвечает на психическом плане. Отвечает за мышление человека, за мысли, за логику человека. То есть сам поверхностный процесс в психике — это мышление. Он находит в самом поверхностном психическом слое. Вот это мышление человека. То есть сразу можно сделать вывод, что в шести других слоях происходит то, что мы не понимаем. Потому что мы на основе мышления, только на уровне мышления можем понять, что происходит. Мы, например, не знаем, что происходит внутри клеточных, в клеточках каждой клеточки нашего организма. Хотя некоторые из нас считают, я контролирую свой организм. Ну хорошо, если ты контролируешь свой организм, тогда скажи, что сейчас происходит в печени. Или на каком уровне организма находится пища, которую ты съел. Если ты контролируешь, тогда определи, где она сейчас движется. И мы как бы, что мы контролируем? Мы контролируем, когда вещество попадает внутрь, и видим результат. Если хотим на него смотреть. Все, больше мы не знаем, что там внутри происходит. Вообще ничего не знаем. Да? Так или нет? Вот если мы на УЗИ, как бы нам говорят, что у нас что-то там растет не то, мы сильно удивляемся. Потому что я вроде не планировал. Ну то есть оно растет, понимаете, как-то вот это странно, да, выглядит. Почему странно? Потому что мы не образованные в этой области. Мы не знаем, что мы не контролируем то, что там происходит внутри. Я вам попозже скажу, кто контролирует. Когда вы будете готовы. К этому. Итак, смотрите, есть психические каналы. Самый глубокий психический канал называется сушумно. Он идет, как бы, на грубом плане вдоль позвоночника. Этот психический канал в целом отвечает за жизненные силы человека. Допустим, человек говорит, что-то у меня нет энергии. Это значит, вот по сушумне плохо движется энергия. Есть только одна причина, почему она, две причины, почему она движется плохо по сушумне. Первая причина – это влияние кармы. Мы будем разбирать, что такое карма, где она находится. И она блокирует движение энергии, карма. Вторая причина – в разуме нет цели или нет необходимости, внутренней необходимости нет. Этот блок убрать. Эта необходимость называется вера или цель жизни человека. Или на что работаем, за кого работаем, товарищи. То есть, ну, то есть, зачем это все? Или, ну, то есть, понимаете, вера человека, во что он верит, для чего он живет. Когда это чувство есть веры, что он живет для чего-то важного в жизни, тогда, несмотря на плохое влияние кармы, энергия пробивается сквозь эти заторы в сушумне. И у человека есть силы. Например, мама, которая воспитывает ребенка, она верит, что надо вырастить ребенка, у нее в это вера. Она не болеет в это время, потому что у ней хватает энергии жить. И она говорит, мне некогда болеть. Ну, как бы, это она так поняла, поняла. Но на самом деле, просто у нее есть цель. Определенная цель в жизни, и в результате она не болеет. Понимаете? Когда человек теряет цель в жизни, что с ним происходит? Он попадает в особое психическое состояние, в котором ему очень тяжело жить. Его, как бы, колбасит по-русски сказать. Не знаю, как это по-латышски. Он плохо, он чувствует себя плохо. Он не знает, почему. Он не знает, как это... Он знает, что кто-то его бросил там, или предал, или у него что-то сломалось, или ипотека не может выплатиться. Ну, то есть он чувствует, что он не может жить уже, как раньше. Все, ему плохо. Так? Ну, пусть, мне кажется, вот в синей кофточке вот женщина, она, как бы, вот на первом ряду. Она, да, мне кажется, ну, вот понимает, о чем я сейчас говорю, да? То есть вот разрушена вера определенным образом в психике. То есть подействовала карма плохо, и тяжело стало жить. Может, нет такого, вы не чувствуете? Нет? Ну, значит, будьте осторожны, потому что энергетически уже идет воздействие. Вот карма так действует. Ну, есть внешние факторы, начинаются, только начало. Потому что, ну, я вижу, что, ну, как бы, период надо где-то месяцев восемь терпеть. Вот это воздействие идет на надлом, как бы, внутренний идет, а такая карма так действует. Вот это вот по вашей судьбе происходит или нет, то, что происходит? Как вы думаете? Не по вашей судьбе. А? Не по вашей судьбе, с родственниками. А я утверждение делаю, что это было уже запланировано с самого вашего рождения. Потому что я вижу, что вот эта сила, которая разрушает сейчас вашу жизнь, да создает вам трудности, она находится в вас и действует из вас, и, как бы, она взаимодействует с тем, что происходит там. Понять это очень сложно. Поэтому в ведах говорится, что закон кармы – это самое труднодостижимое знание на этой земле. Труднодостижимое. Теоретически понять можно, но когда касается меня лично, то это, в это не верится, что это так, что это как-то со мной может быть связано. Я вам делаю второе утверждение, что через восемь месяцев, я не знаю, что будет там с ними, но с вами все будет хорошо. Вы почувствуете себя гораздо лучше. А может быть, там что-то еще останется, но вы не будете так это переживать уже. Понимаете? Потому что ваши переживания связаны с вашей судьбой. Я такое утверждение делаю. И делаю также еще одно утверждение, что вот эти вот все процессы в вашем сердце ощутимо начали происходить три с половиной месяца назад. А? Проанализируйте. Ну, то есть, идея в чем заключается, что это наука? Можно прогнозировать, можно изучать, можно смотреть, но она тонкая наука, она не связана с обычным нашим пониманием вещей. Итак, смотрите, то есть, есть тонкие каналы психические. Нади называются, Нади. Сушумно-центральный канал. Потом два канала по бокам идут. Пингала-Нади с правой стороны и до Нади. Определяющие их, два канала, определяющих психическую структуру человека. Потому что эти два канала, они отвечают за мужское и женское начало. И до Нади, это психический канал, который отвечает за женское начало. Он работает у женщин примерно в три раза сильнее, чем у мужчин. Он идет с левой стороны. Поэтому с левой стороны у женщины энергетика плотнее, мощнее. Имеется в виду в этих психических каналах, в уме. А у мужчины пингала-Нади идет с правой стороны. Она сильнее работает у мужчины. В норме. Но смотрите, какое интересное знание, ведическое знание, оно очень интересно. Оно говорит, что женщина должна поддерживать женскую природу своего тела, чтобы нормально жить, быть здоровой. Психически, физически. А мужчина должен поддерживать мужскую деятельность в теле. Поддержание мужской деятельности заключается в том, что мужчина должен побеждать себя во внешней жизни. Женщина, жив в деятельности, в которой он побеждает себя в этом мире. В социальной среде, допустим, в работе над собой, в победах каких-то на работе, допустим, и так далее. То есть он побеждает себя во внешней деятельности, потому что правое полушарие связано с внешней деятельностью человека. Женщина побеждает себя в семье, в внутренней деятельности, то есть в жизни, личной жизни, связанной с семьей, с близкими людьми, с друзьями и так далее. Она должна в этой сфере больше жить. Если, допустим, женщина начинает искать побед во внешней деятельности, на работе, допустим, что происходит с ней? Она теряет себя как личность. Вот, допустим, в беленьком женщине. Вы не готовы, конечно, что я вам это скажу. Но я вам скажу, что у вас правое полушарие сейчас работает сильнее, чем левое. Ну, то есть имеется в виду на тонком плане. Это означает, что вы очень сильно привязаны к деятельности, к работе, которую вы осуществляете. И при этом страдает ваше личное отношение. И сама привязанность к работе вызывает проблемы, потому что это выматывает женскую психику. То есть женщина начинает думать, может быть, у меня не та работа, или я не тем занимаюсь, или может мне куда-то уйти поменять что-то это все, потому что я от этого устаю, она думает. Но причина не в том, что работа не та, а причина в том, что туда вкладывается слишком много значения в жизни. Она слишком большую значимость занимает в жизни, гораздо большую, чем семья, что должно быть у женщины. И поэтому каналы вот эти вот пингаланади начинают перегреваться, не женские, мужские каналы в женщине перегреваются. И женщина начинает чувствовать себя разбитой, нервной, несчастной, замученной и так далее. Видите, я с позиции науки ведической объяснил вам ту проблему, которую вы хотели себе решить. Так? Даже не спрашивая вас об этом. Так или нет? Так. То же самое происходит с многими мужчинами. Если мужчина как бы постоянно думает о женщине, о женщине, о сексе, о женщине, о том, какие у него отношения к женщине, хороший у него секс или плохой, он постоянно в этом варится, то у него энергия начинает двигаться по левым каналам психическим, чрезмерно. В результате психика его становится слабой. Он теряет волю, теряет самообладание, теряет решимость, мужественность. В том числе теряет также и половые функции нормальные, потому что они тоже связаны с работой пингаланади, правых сторонних каналов. Таким образом, чем больше мужчина думает о женщине, тем меньше у него шансов нормально строить с ней отношения. Мужчина должен больше думать о самосовершенствовании, о работе над собой. И тогда у него нормально, с женщиной будут нормальные отношения, будет строить правильное отношение с женщиной тогда в этом случае. Женщины несколько удивлены. Думают, Олег Геннадьевич, что-то мы обделены как бы в этой ситуации. Нет, никакого обделения нет. Давайте проведем тест сейчас. Женщины думают про себя. Какой муж мне нужен? Сильный, решительный человек, способный побеждать трудности. Спокойный, твердый в характере. Непреклонный. Неболтушка такая. Вот, отношения не выясняет. То есть, спокойную психику имеет. Или слабый, имеющий вредные привычки, постоянно думающий о сексе, мучающий меня своими проблемами. Вот, безвольный, с нарушенными половыми функциями. Не ожидали, да, что такое, как бы я скажу. А это одно из другого вытекает. Понятно, что тут нет вариантов для выбора, так? Ну, то есть, нет идеи даже выбирать такого вот второго, да? Но это значит, надо признать, что мужчина должен в основном заниматься работой над собой. Должен заниматься также работой, ну, как бы, работой и так далее. Видите, мы с вами изучаем закон кармы. Мы изучаем его как? Как, с практической стороны, стороны нашей жизни. То есть, я вам вскрыл две проблемы основные, которые психология наша не знает. Почему? Потому что она не изучает тонкое тело. Психологи говорят, расслабляйся просто. Переключай внимание. Вот. Проанализируй там все, что у тебя там есть внутри. И, как бы, сделай правильные выводы. Это все хорошо. Это не является чем-то плохим. Но если энергия течет не там, где надо, то хоть ты анализируй, хоть не анализируй. Надо менять направленность жизни. Если женщина упахивается на работе, хоть она будет анализировать, хоть не будет анализировать, она все равно будет мучиться. Надо просто переключаться на семью и, как бы, там упахиваться. А на работу ходить, как на праздник. То есть, там, что каждой женщине, что нужно на работе? На работе каждой женщине нужно. Давайте теперь отвлечемся от каких-то идейных принципов и поймем, что нужно женщине на работе. Женщине нужно на работе поболтать, чтобы можно было поразговаривать. Раз. Перекусить. Ням-ням, чтобы было возможности иногда чуть-чуть ням-ням. Так. Поразговаривать. Вот. Чтобы на работе не было сильного напряжения, чтобы был как бы отдых, чтобы там было хорошо. Хорошо. Вот. Это хоть как-то с самой работой вообще связано то, что я сейчас перечисляю? Нет, никак не связано. Это связано с отдыхом на работе. Поэтому женщина хочет работу для того отдыха. Она не хочет никакой работы, на самом деле. Она хочет отдыха на работе. От отдыха от чего? От семейной жизни. Где она устает. Вот и все. А? Такой работы нет. Правильно. Поэтому женщины мучаются на работе. Это уже вывод из того, что как бы сказано. И вот часто где-то через одну женщину на консультации приходят ко мне и говорят. Я не знаю, в какой сфере мне развиваться. Не знаю, вот кем мне работать, чтобы не мучиться. Я говорю, вам надо развиваться в личной сфере. В сфере отношений с мужем, с детьми и так далее. А кем мне работать? Я говорю, вот когда разовьетесь в личной сфере, тогда у вас этот вопрос отпадет. Вы будете работать, потому что на работу ходить, потому что надо отдохнуть как-то от личной жизни. И у вас не будет сильно привязан кем, когда, зачем. Просто обстановка хорошая. И все, и можно отдохнуть. Конечно, важно для женщины тоже, кем работать. Это важно. Но менее важно, чем то, как относиться к своей личной жизни. Многие женщины об этом не знают. Неправильная постановка целей разрушает жизнь человека. Так или нет? Видите, мы говорим с вами всего лишь о двух каналах. О трех каналах поговорили. А их сколько много, да? И уже сколько выводов мы сделали с вами. Так? Пойдем дальше. Есть ума, вот ум сам по себе, вернее не ум, а сознание человека, способность наша общаться с окружающим миром. Осуществляется через один канал психический, который называется Читта-Нади. Слово Читта с санскрита переводится сознание. Этот канал имеет два направления, как две дороги. Дорога в одну сторону, дорога в другую сторону. Одна сторона дороги, это от сердца, где я нахожусь. Я нахожусь в сердце, а не в голове, понимаете? В сердце я нахожусь, в области сердца. На духовном плане и на тонком плане я нахожусь. Не то, что в сердце я нахожусь, а меня спрашивают, а в какой части сердца находится душа? Она не связана вот с этим грубым сердцем вообще. Мы говорим про другой план. Понимаете? Другой план означает тоньше миллиарды раз, чем материя. Это другое, это психический план. Он вообще, это другое совсем, другое строение человека. Вот отсюда, от сердца Читта-Нади канал психический идет, поднимается вверх и выходит через все чувства. Не органы чувств, а чувства. Потому что чувство это тонкая вещь, а органы чувств грубые. Понятно, да? Глаза изнутри и наружу. И так же действует снаружи внутрь. Опять же через все органы чувств. Если кому-нибудь окулисту сказать, что глаза работают так же изнутри и наружу, он очень удивится. Потому что он знает, что глаза работают только снаружи и внутрь. Ну, солнечный свет попадает, как бы, и отражается на сетчатке. Это описано в учебниках. Ну, как изнутри и наружу работает, он не знает. Допустим, он не знает, но... И он так же не может объяснить себе многие вещи. Например, женщины очень чувствительны. Психика женщин чувствительнее в шесть раз, чем мужчины. Опа. Чтоб вы знали. Неужели ты этого не чувствуешь? Представьте себе, что не чувствует. А если бы он чувствовал, вы бы в него замуж не выходили, потому что истерик было в пять раз больше, шесть раз больше. А так хоть один человек что-то не чувствует, и то хорошо. Потому что если бы два человека все чувствовали, то был бы просто кошмар. Понимаете? Или нет? Женщина чего хочет в семейной жизни? Человека, который спокоен. Потому что почему он спокоен? Потому что он ничего не чувствует. Мужчины не поняли пока, о чем речь идет. Но как бы... Женщины уже поняли. Они чувствуют лучше, потому что быстрее. Женщина воспринимает мир. Разум у женщины в основном находится в сердце. И он имеет чувствительную природу. Разум женщины имеет чувствительную природу. Она быстрее догадывается о том, что происходит. Разум мужчины имеет природу силы. Силовую природу. Это значит, что мужчине, чтобы доказать, нужно реально как бы... Факты, то есть пробить разум мужчины надо. Допустим, ко мне пришел один... Одна женщина пришла в Москве. Такой из богатого, богато состоятельной семьи. Пришла на лечение. Она чувствует сердцем. Поняла, что здесь что-то хорошее происходит. Чувствует она. Полечилась. У меня поставила камешки себе. Все, ей стало лучше. Почувствовала. Привела мужа. Муж такой серьезный бизнесмен. Там постоянно на телефонах. На лечение пришел. Мне когда такой... Я говорю, что вас волнует? Он говорит, ничего не волнует. Я говорю, а что пришли? Жена привела. Я ее люблю, как бы она сказала, надо лечиться. Я пришел. Ну, такой как бы. Я говорю, а что лечить? Говорю, жалобы есть. У всех жалобы есть. Ну, как бы и сказал мне жалобы. Я поставил ему камни. Он сидел и все время смеялся. Говорю, неужели это может меня вылечить такое? Ну, горал все время. И так как он смеялся, я поэтому там же лечение такое тонкое. Надо все чувствовать, понимать. И можно ошибиться же. И так как он несерьезно ко всему отнесся, я обшибся в постановке схемы. И он поехал на машине. Когда с лечения, он мне звонит по дороге. Говорит, у меня глаза в кучу. Это что, от камней? Я говорю, надо переставить то-то туда-то. Он переставил. Говорит, опа, уже не в кучу. Ну, то есть, и он поверил таким образом. Ему надо было, ну, как бы, мужчина, у него психика так работает, что, ну, как бы, ну, надо, ну, чтобы то что-то такое, понимаете, произошло что-то существенное. Ну, то есть, глаза в кучу как раз вело, тогда, значит, работает, понимаете. Ну, то есть, у мужчины так психика работает. Она более такую, ну, как бы, природу имеет ощутимую такую. А у женщины чувствует сразу сердцем. И то, и другое хорошо, потому что мужчина может директивную линию какую-то в жизни дать, и он идет по этой линии, по одной. Если, а женщина может ее поменять, эту линию, но для этого ей нужны доказательства серьезные. Допустим, женщина, она вдохновляется через каждый, там, месяц чем-то новым. У нее то одно, то другое, все самое лучшее. Вот, она пытается мужу, как бы, это объяснить. А мужу, он не вдохновляется, потому что он муж, понимаете. Если бы он тоже так же вдохновлялся, семья бы металась то туда, то туда, то туда. То есть, это что за жизнь бы была. Все бы просто были в шоке. Вот, поэтому и баланс происходит, что мужчина, он как паровоз, как бы, движется в одном направлении. А женщина, как ветер, туда-сюда движется у ней сознание. Понимаете, мы сейчас объясняем природу психики. Как работает ум, тонкое тело ума мужчины и женщины. С вами мы сейчас проходим какое знание? Первого класса. Мы проходим самое первое знание, самое начало. Потому что в ведах, что говорится? Там говорится, что есть разные направления знания. Но первостепенное направление знания, которые человек должен изучать, объясняет природу человека, природу этого мира в общем, в целом и природу Бога. Вы в школе природу человека изучали? Да? Вот вы это слышали в школе, то, что я сейчас говорю? Нет. Природу этого мира, сейчас я вам начну рассказывать, вы тоже этого ничего не слышали в школе. Хотя это очень практичное знание. Оно реально решает многие вопросы сразу. Но многие люди ничего этого не слышали. Это означает необразованность, господа. Это означает необразованность. Больше ничего. Потому что вообще-то человек должен знать, что будет происходить с его судьбой завтра. Потому что это знание доступно. Достаточно сделать астрологический гороскоп у нормального астролога. И ты будешь знать, когда, в какие периоды жизни, что с тобой будет происходить. Это документально будет фиксировано в твоей судьбе. Но мы не обращаем на это внимания. Мы не понимаем этих вещей. В этом заключается проблема. Вот, допустим, вот мужчина в белом, на шестом, пятом ряду с усиками. Да-да. Вы знаете свой гороскоп, нет? Вам надо его немножко поизучать. Потому что, по моим данным, через около года, меньше года, у вас начинается тяжелый период жизни. Достаточно длительный. Который будет лет шесть, идти пять-шесть лет. Надо быть готовым к этому. Будет связан с личной жизнью, насколько я могу понять. Ну, то есть, надо посмотреть гороскоп. Я сделал предположение сейчас, предположение, такая гипотеза. Вы ее изучите на карте вашей астрологической, проверьте. Понимаете? То есть, это все серьезно очень. Надо это все прогнозировать, планировать, изучать, знать про себя и так далее. Итак, у ума есть пять чувств. Пять чувств познания этого мира, восприятия этого мира. Первое, самое важное чувство называется слух. Это чувство связано с разумом. Чувство слуха связывает ум с разумом. А разум – это главная психическая структура, определяющая направление нашей жизни. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Деятельность разума. Спросить у жизни, какой идти дорогой – это деятельность разума. Понимаете? То есть, человек должен спрашивать у своей жизни, куда ему идти. Не надо жить хаотично. Надо очень четко понимать, в каком направлении движется моя жизнь. Это очень важно. Для того, чтобы жить нормально. Для того, чтобы было вдохновение, силы жить, чтобы не было депрессии. Это деятельность разума. И она осуществляется через звук. Об этом мы вообще ничего не знаем. Если бы мы что-то знали по этому, мы бы не слушали все подряд. У нас телевизор, там радио работает на любой волне. Мы слушаем все подряд. Мы не знаем, что все эти звуки, которые излучают, создают эти аппараты, они исходят от людей. А звук связан с деятельностью разума. То есть, один человек одно говорит, вдохновляет действовать в одном направлении. Другой человек вдохновляет действовать в другом направлении. Мы слушаемся подряд. В результате направление нашей жизни находится в хаосе. Видите, вы ничего даже не... Вот как бы вы сейчас сказал, вот такое утверждение сделал, оно ни о чем. Оно ни о чем. Но, допустим, возьмем слово такое, депрессия. Что это такое депрессия? Депрессия означает, цель в жизни уничтожена. Человек не знает, зачем ему жить. Почему? Потому что у него нет правильного понимания, как и что ему слушать в его жизни. Потому что слушать и слово слушать и слушаться, и слышать, они очень близки. Я не знаю, кстати, как на литовском слушаться и слушать. Один корень имеет или нет? Да? Тоже имеет один корень. Видите, разные языки, а корень один и тот же. У одного аспекта. Потому что что-то значит слушаться, послушный, слушаться. Это означает, что он услышал. Это означает, он принял также. А послушный означает, человек смиренный, способный принять. Понимаете? То есть это все связано со звуком. Проанализируйте это. Послушный, послушный, слушаться, услышал. Слушание означает деятельность сердца. Это не означает, ты принял к сведению. Допустим, вам приходит человек и говорит, в нашей фирме через две недели все начальство разбежится, фирма будет закрыта. Это тайная информация. Хочешь принимай, хочешь нет. Допустим, говорить такое, да? Как определить, правда это или нет? Тайная информация, никого не узнаешь. Один человек знает только. Как определить, правда или нет? Надо уметь слушать. Когда человек очень внимательно слушает другого человека, во время слушания он сердцем может понять, правда или нет. Вот это называется разумность. Как действует разум? Он действует через звук. Когда человек внимательно слушает, он может понять, правда это или нет. Через звук. Потому что ощущение правды у него есть в своем сердце. Он может сравнить с этим ощущением. И признать это знание, или не признать, в зависимости от того, что он услышал. Но проблема заключается в том, что нас не учили слушать. Потому что мы слушаем всякую ерунду. Если человеку показать 99 проституток и потом показать одну благочестивую женщину, он не поверит, что она благочестива. Почему? Потому что у него другой опыт уже сложился в жизни. Поэтому, когда человек слушает всякую тряпню целый день, ему потом услышать реальное знание, которое может поменять его в жизни, очень трудно. Потому что его чувство слуха отравлено всякой ерундой, которую он слушает каждый день. Я правильно говорю или нет? Согласны с этим? Что чувство слуха надо настраивать, тренировать. Допустим, у меня нет телевизора. Ужас вы считаете? Тоже? Ты согласна? Я не понял вас. Зачем он нужен? Что мы можем там получить для себя? Ну, допустим, вы говорите, о, новости. Хорошо. Заходишь в интернет, смотришь новости. Есть разница смотреть и слушать, понимаете? Потому что, когда человек слушает, меняется его судьба. Когда он смотрит, он просто принимает сведения. Это разные вещи. Но мы этого не знаем. Что такое молитва? Молитва – это когда человек одно и то же повторяет в течение нескольких часов. Одно и то же. Каждый раз. Задается обычно человек вопросом, а зачем одно и то же повторять каждый раз в течение нескольких часов? Я вам сейчас дам ответ. Веды говорят, что разум – это сила, связывающая ум с энергией счастья. Ум без счастья жить не может. Ему нужна постоянная энергия счастья. Разум, вера – это антенна, направляющая разум в сторону счастья, энергии счастья. А молитва или настрой какой-то позитивный – это сила, которая пробивает разум в направлении счастья, связывается со счастьем. И потом энергия счастья поступает к человеку независимо от его кармы. Потому что карма – это сила, которой все равно как разум действует. Она просто наказывает человека, это механизм, наказывающий человека. Ей все равно, как ты будешь думать, что ты хочешь делать. Она просто убивает тебя и все. Это жестокая штука, которая сидит прямо вот здесь, внутри сердца. Субтитры создавал DimaTorzok